приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 9 ноября поговорим о народном празднике который будет в этот день тоже уделим внимание народным приметам поговорим о том что можно делать в этот день что нельзя делать 9 ноября и конечно же уделим внимание лунному календарю поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной и интересной информации для каждого человека а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя на нашем канале очень много полезной важной и интересной информации для вас обязательно каждый день заходите на канал эзотерика для тебя вы будете знать много информации для себя также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии итак друзья народные приметы народный календарь на 9 ноября и так 9 ноября у нас с вами праздник зарок на параскеву также еще по-другому день назывался обеты или нестер верующий сегодня вспоминает нестора летописца этот день это преддверие народно-христианского торжества великомученицы параскевы и по народному и по церковному календарям день памяти нестора летописца монаха киева печерского монастыря его знаете считают одним из авторов произведения которые имеют фундаментальное значение для славянской культуры повести временных лет также в народе этот день еще и называют днем обетов по причине произнесения в этот день обещаний о выполнении какой-либо работы либо заповеди православная традиция это канун дня великомученицы параскевы нареченной пятница и вы знаете параскевы считали женской защитницы поэтому именно женщины к ней обращались с просьбой помочь и заступиться за детей родных и близких от родных от разных бед и недугов но нет не так просто просили у великомученицы помощи взамен давался обед о выполнении какой-то работы которую выполняли молча и сосредоточена тогда параскева поможет и все козни развеет и счастье вернет поэтому 9 ноября нужно было зажечь церковную свечу перекреститься три раза и сказать следующие слова параскева матушка заступницы сердечница прошу о малой милости верни рабе божьей называете имя что нужно о чем думается о чем просится и раба божьего звайте имя в долгу не останется аминь и дождавшись пока свеча догорит напишите на чистом листе бумаги свой обед который пообещаете параскеве до утра следующего дня исполнить это может быть все что угодно что у вас действительно интересует на данный момент так женщина могла пообещать пошить например за день рубашку только бы параскева исполнила ее бы самое сокровенное желание если же обед был нарушен то за это человека ждала наказание с ним переставали общаться окружающие в течение 40 дней а вот пожилые женщины 9 ноября пекли пирожки в огромном количестве при этом прося у великомученицы сохранить их род и целостность ведь в то в те времена многие умирали от голода холода или же во время работы часть это касалось мужчин работающих кузнях конюшнях или других опасных в тот период местах эти пирожки надо было раздать всем проходящие мимо а часть отнести в храм и нуждающимся считалось что чем больше пирогов будет отдано людям тем выше вероятность что параскевия услышит и поможет мужики же 9 ноября готовили сани смазывали полозья проверяли на крепость чтобы впервые в этом сезоне выехать на них целители в этот день снимали даже самые страж страшные порчи для этого испорченного приводили к знахарю он им читал особенные слова а потом отправлял церковь где читал человек такие слова у иконы параскевы великомучиться пираскева помоги от черной силы освободи тело мое замоли душу мою избави аминь 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 эти слова считались у иконы три раза затем ставилась свечка за свое здравие и читалась молитва отче наш в течение дня никому ничего из дома выносить было нельзя а вот люди рожденные в этот день обладают добрым сердцем и чуткой душой они влюбчивые и ревнивые наделены даже писательским даром качестве талисмана им подходит обсидиан этот камень защищает от дурных мыслей и деяний снимает напряжение и помогает мыслить ясно и трезво также обсидиан оберегает от порчи и сглаза люди которые используют его в качестве оберега становится сильнее духом и заряжаются жизненной силой и энергией но также в этот день 9 ноября были свои специальные важные запреты которые наши предки старались выполнять и наши предки знали и верили в народные приметы которые напоминали им о том что же нельзя делать 9 ноября когда отмечается зарок на параскеву чтобы не навредить семье и своей семье поэтому сегодняшний день народном календаре даже считается критическим когда может произойти как ужасная беда так и большая радость а вот что именно произойдет зависит именно от поступков человека совершенных в этот день 9 ноября ни в коем случае нельзя было давать обеты и обещания если нет уверенности у вас в том что вы действительно сможете это выполнить если нарушить этот запрет то считалось что может быть большое горе в наших прабабок даже была традиция обещать выткать за одну ночь пелену для иконы богоматери если они это выполняли то великомученица параскева выполняла их любое желание или же посылала здоровье всей родне если же обещанное сделать не получалось женщина наказывалась горестими и неприятностями а все окружающие не разговаривали с ней в течение 40 дней женщинам которые уже были замужем не по какой причине в данный момент или в какой-то момент даже оказывались одиноки то нельзя было просить поскорее встретить свою вторую половинку так как можно было до конца жизни остаться в одиночестве в праздник зарок на параскеву вымаливались вымаливать можно было суженого но это разрешало сделать только молодым девушкам святая найдет самого достойно достойного парня который будет всей душой любить свою возлюбленную также нельзя было 9 ноября скандалить иначе можно было потратить много жизненных сил что приведет привело чтобы к разным болезням поэтому нужно было постараться держать эмоции под контролем и не реагировать если вы услышали язвительные замечания окружающих также в этот день не рекомендовалось заниматься делами которые могут навредить глазам потому что считалось что кто ослушается скоро потеряет зрение также нельзя в этот день было рисковать самому и подвергать риску окружающих сегодня рискованные действия могут обернуться серьезными проблемами с вашим здоровьем поэтому 9 ноября даже ради развлечений не стоит лезть в воду а также превышать скорость во время езды на мотоцикле или в автомобиле даже одно поверье говорит о том что 9 ноября нельзя давать деньги в долг наши предки давно приметили кто взорок на поростке выдает в долг никогда обратно этих денег не получает далее друзья у нас с вами лунный календарь на 9 ноября 2021 года по лунному календарю у нас сегодня с вами ожидает 5 и 6 лунный день растущая луна в знаке зодиака козерог сегодня достаточно активный день и наверное даже один из судьбоносных дней этого лунного месяца поэтому этот день хорош для осуществления всех ваших планов но только в том случае если вы решительны настроены на успех этот день луны подходит для кардинальных изменений при этом во многих сферах вашей жизни но помните что не за счет поиска новых возможностей а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся новое хорошо в том случае если вы хорошо продумали все аспекты нововведения и твердые твердо уверены в том что именно они принесут вам благополучие это гармоничный день во всех смыслах этого слова который примеряет разум и тело когда духовное развитие активно поддерживается физическим так что в этот день можно достигнуть хороших показателей занимаясь своим телесным и духовным здоровьем также сегодня тщательно проанализируйте все свои жизненные позиции что-то пересмотрите от чего-то стоит вам сегодня отказаться а также сменить направление мысли если что вам это необходимо поэтому если правильно настроить себя в этот день на волну добра любви и все прощения то выбранное направление очень скоро самым наилучшим образом скажется на вашей жизни и даже порадует вас в этот лунный день обостряется у людей чувствительность интуиция вам может подсказать правильное решение особенно если это касается выбора вашего окружения или продуктов например для постоянного меню поэтому прислушайтесь в этот день к своему внутреннему я чтобы избежать всевозможных досадных ошибок в споре с доводами разума в этот день побеждает только интуиция друзья как мы же говорили сегодня луна в знаке зодиака козерог поэтому этот день дает возможность улучшить социальное положение отношения с людьми которые взрослее и старше по званию и возрасту каждый человек сегодня имеет возможность достичь успехов материального плана эффективно выбрать дело или даже профессию не рекомендуется сегодня ограничивать себя общением ваша улыбка будет отражаться на лицах других людей светом деловитость и лаконичность характерны для сегодня для любого вида деятельностей с осторожностью принимайте все новое и необычное обязательно оцените порядок и надежность такое время нарушаются правила инструкции и законы минимальным числом в некоторых делах могут возникнуть нередко различные препятствия более часто в форме ограничительных предписаний и правил вы знаете сегодняшний день достаточно хорош для дороги но сегодня не совершайте недобрых поступков даже если вам тяжело не переносите тяжесть на окружающих примите происходящее как данность со временем вы увидите все что не случилось все будет к лучшему можете провести день сегодня на природе также сегодня хорошо хорошо если вы помечтаете а лучше всего соединить приятное с полезным провести день на природы мечтаниях и всяких раздумьях в любом случае проведите проведите день в спокойной доброжелательной атмосфере создайте эту атмосферу желательно сами начинать сегодня новые дела не стоит предпочтительнее завершить начатое партнеры клиенты руководство с коллеги сегодня не будут склонны компромиссом поэтому следите за своим имуществом что сегодня теряется потом не найдется никогда этот день неблагоприятен для ведения финансовых дел поэтому все вопросы связанные с деньгами лучше решать другое время а все долги отдавать сегодня даже благоприятно сегодняшняя стрижка наградит вас творческой энергией и настроить даже на лучшее этот лунный день считается днем преображения и очищения поэтому сегодня постарайтесь уделить максимальное внимание своей внешности если вы еще не записались к своему парикмахеру сейчас это лучше всего сделать потому что стрижка сделанная сегодня окажется именно той которую вы давно хотели и будет идеально гармонировать с вашей фигурой и стилем одежды положительные изменения вашей внешности теперь чаще будут отмечаться коллегами и членами семьи освободившиеся от всего лишнего волосы у вас даже смогут сегодня получить больше питания и начнут выглядеть более живыми подравнивание кончиков волос поможет вам избавиться от секущих кончиков раз и навсегда помните о том что подстригая волосы вы избавляетесь от всего лишнего что способствует поступлению новой энергии вашу жизнь вас сегодня появится уверенность в себе в лучшую сторону изменится и материальное положение не забудьте сегодня и об оздоровительных процедурах сегодня может быть это очень полезно для ваших волос